Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня пятница, и вы опять, как обычно, на группе по основам бальных танцев. Сегодня мы с вами повторим танец джеб, который мы с вами танцевали на прошлой группе, и также мы сегодня с вами будем танцевать танец улыбка, то есть у нас сегодня будут два танца латиноамериканской программы, и со следующей группой мы также будем включать сюда европейские танцы, тоже, как мы делали в начале. Ну, а начнем мы традиционно, как и всегда, с разминки, поэтому ноги на ширине плеч. Начинаем с головы, поехали! Поднимаем голову наверх, опускаем в ус. Хорошо, и повороты. Наклоняем голову в одну сторону, в другую. И по кругу. В другую сторону. Хорошо. Плечи наверх, вниз, наверх, вниз. Раз, два, раз, два, раз, два. По одному. Наверх, наверх, вниз, вниз, наверх, наверх, вниз, вниз. Хорошо. И по кругу, медленно. Вперед. Вперед. И назад. Хорошо. Теперь брунаги это. Вперед, назад. Вперед, назад. Вперед. Вперед. И в сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Теперь вперед, в сторону, назад. В сторону, вперед, в сторону. И в другую. И медленно по кругу. И в другую. И в другую. Хорошо. Бедра на месте, вся верхняя часть по кругу двигается. И в другую. Отлично. Руки в сторону, кисти вращаем. И в другую. От локтя руки. В другую сторону. Отлично. Все тело стоит, только бедра. По кругу. И в другую сторону. И в другую сторону. Отлично. Отлично. Нога на носок. И галеностоп вращаем. В другую сторону. Поменяем ногу. Поменяем ногу. И в другую сторону. Две ноги вместе. Растем наверх. Опускаемся вниз. Наверх. Вниз. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Теперь то же самое, только быстро. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. И теперь мы с вами встали наверх и зафиксировали в этом положении. Сбросили. Еще разок наверх стоим. И опустились. Хорошо. Так, ну что, на этом с разминкой все. Теперь мы переходим с вами к танцу джайв. Мы его на прошлой группе с вами в самом конце немножко потанцевали. Сейчас вспомним основной ход, из чего он состоит, как его танцевать. Значит, основной ход состоит из двух движений. Мы с вами на прошлой группе об этом говорили. Сейчас попробуем сделать так. Мы с вами делаем шаг в сторону, как будто бы в упор. Ставим ногу на полупалец, то есть мы целиком туда не двигаемся. Будет ощущение, что вы стоите на опорной ноге и как бы немного давите туда. Уперлись. Дальше мы танцуем подставку и делаем шаг в сторону. То же самое в другую сторону. Шаг в упор на полупалец. Подставка. Шаг в сторону. Раз. И два. 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 Раз. Чуть-чуть побыстрее. Раз. И два. Раз. И два. Раз. И два. То есть у нас с вами получается, что шоссе вот это, да, оно состоит из двух шагов. Первый шаг это как будто бы шаг в упор. И потом это нормальный шаг в сторону. В упор. В сторону. В упор. И в сторону. В упор. Раз, два, отлично. Итак, это у нас с вами первое движение, шоссе в джайвере. Теперь для того, чтобы у нас получился основной ход, еще одну вещь, которую нам с вами нужно выучить. Значит, приготовились вы сейчас, встаете всем на вашу правую ногу, с левой ноги мы будем шагать назад, это будет шаг назад, и потом мы с вами возвращаемся обратно. То есть, когда мы с вами будем танцевать это движение, мы, по сути, двигаемся назад, возвращаемся обратно. Это не целиком, шаг прямо назад, да? А по ощущениям это будет, что назад двигается нога и бедро, корпус остается впереди. Дальше мы возвращаемся, танцуем шоссе, шоссе обратно. Опять, назад, вернуться, шоссе, шоссе, назад, вернуться, шоссе, шоссе. Раз, два, три и четыре, три и четыре. Раз, два, три и четыре, три, четыре. Раз, два, три, четыре, три, четыре. Раз, два, три, четыре, три, четыре. Раз, два, три, четыре, три, четыре. Теперь, что важно для того, чтобы нам все это получилось танцевать, при том, что музыка будет сравнительно быстро. Поэтому нам самое важное макушку сейчас, голову, мы будем двигать минимально. То есть по ощущениям будет получаться так, что нижняя часть ноги танцуют гораздо больше, чем реально перемещаются вверх. Здесь мы будем пытаться перемещаться целиком, всю ось двигать каждый раз, то быструю музыку, мягко говоря, это получится очень тяжело. Поэтому нам с вами нужно нижнюю часть двигать, но двигать ее ровно настолько, чтобы получилось практически на месте оставить ее. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, и 4, 1, 2, 3, и 4, 3, и 4, 1, 2, 1, теперь потихоньку начинаем Не ускоряется. Как видите, вот сейчас мы делаем эту музыку, музыка достаточно быстрая, поэтому реально перемещений много не успеть. Все достаточно компактно, в целом танец довольно компактный. Отлично. Это был основной ход Джайва. Еще раз, он состоит из двух вещей, из шага назад и возврата, и из шоссе. В одну сторону и в другую сторону. Каждый раз, чтобы мы с вами не танцевали, будь то шаг назад или шоссе, все время важно, чтобы верхушка двигалась немного. Так что эта музыка еще чуть-чуть медленнее, чем обычный ритм, поэтому, когда мы будем с вами танцевать в полный ритм, нам нужно будет прям реально делать это очень-очень компактно. Ну что ж, на этом с Джайва все. И мы переходим к танцу Рубба, там у нас с вами уже достаточно много движений. Давайте сначала мы с вами вспомним основной ход, который мы танцевали. Значит он у нас состоит из шагов. Шага на меня, который вы танцуете слева на ней, возврата обратно, шаг в сторону, и дальше с правой ноги вы шагаете назад и возвращаете обратно. Четыре раз, два, три, четыре раз, два, три, четыре раз, два, три, четыре раз. Теперь здесь мы с вами вспоминаем, что когда мы с вами танцуем шаг четыре, шаг в сторону, во-первых, это шаг медленнее, медленнее, чем остальные. И второй момент, о котором мы тоже говорили, что когда мы с вами делаем шаг в сторону, нам нужно контролировать, что две наши ноги прямые. То есть два колена прям дотянутые. Два, три, четыре раз, две прямые ноги. Два, три, четыре раз, два, три, четыре раз. Две прямые. Два, три, четыре раз, два, три, четыре раз, два, три, четыре раз. Хорошо. И еще одна вещь, о которой мы чуть-чуть сейчас пойдем дальше, поговорим по поводу РУП. Когда мы с вами станцевали вот этот шаг четыре раз, сейчас будем чуть-чуть его разберем. Мы наступили, у нас две прямые ноги. Теперь перед тем, как двигаться, следующий шаг. Давайте попробуем на опорное ноги, когда мы с вами перешли, чуть-чуть опуститься в бедро. Да, то есть ощущение будет, что вот мы сначала с вами держали ровную линию, и теперь мы немножечко опускаем сюда вниз. Дальше шагом, шаг назад, два, три, шаг в сторону. То же самое здесь. Стояли наверху, прям натянутые. И теперь перед тем, как двигаться, чуть-чуть опускаем сюда вниз. Два, три, четыре, и отпустили. 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 Чуть-чуть ускоряемся. Два, три, четыре, и два, три, четыре, и два, три, четыре. Хорошо. Хорошо. Отлично. Теперь с основным ходом плюс-минус разорвались и с вот этим шагом в сторону 4 раз тоже разорвались. Дальше вспоминаем, что у нас было еще. По нему основного хода мы с вами танцевали фигуру, которая называется Нью-Йорк. После шага в сторону на прямой ноге, вот как раз вместе с этим действием, когда мы с вами опускаемся вниз в бедро, мы вместе с этим действием с вами будем танцевать вращение. То есть мы на оплонной ноге вместе со спуском будем подкручиваться так, чтобы мы оказались сейчас боком, плечом в камере, в телефоне. Дальше небольшой шаг вперед, вернулись обратно, опять вместе со спуском разворачиваемся друг к другу. Шаг в сторону, стоим наверху, вместе с вот этим ощущением, что мы спускаемся в бедро, вместе с ними вращаемся. Небольшой шаг вперед, вернулись обратно, развернулись в сторону, вместе со спуском вращения, вернулись друг к другу лицу. И, два, три, и четыре раз. Два, три, четыре раз. И, два, три, и четыре раз. И, два, три, и четыре раз. И, два, и, три, и, четыре раз. Чуть-чуть пробуем это ускорить. 4, 2, 3, 4, и 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 2, 3, Соедините это. Основной ход. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Последний. И нью-йор. И 2, 3, 4. Опустились. 2, 3, 4. Опустились. 2, 3, 4. Опустились. И опять сначала основной ход. И 2, 3, 4. И 2, 3, 4. И 2, 3, нью-йор. 2, 3, 4. И 2, 3, 4. И 2, 3, 4. Последний. 2, 3, 4. И. Хорошо. И еще одно движение, которое мы с вами тоже делали, это спот-поворот. Все плюс-минус похоже. Шаг в сторону этот везде остается. И везде он будет с одинаковым принципом того, что мы сначала встаем, а потом опускаемся с вами в бедро. Мы делали шаг в сторону. Дальше. Начинается все точно так же, как в нью-йор. То есть мы опускаемся в ногу, доворачиваемся. Дальше. Делаем шаг вперед небольшой. То же самое происходит на этой ноге. Опустились, повернулись. Вернулись обратно. Опустились, повернулись друг к другу лицом. В одну сторону мы сделали. Шаг в сторону. Опустились. То же самое происходит в другую сторону. Развернулись. Шаг вперед. Перешли. Развернулись. Перешли. Развернулись. То есть, по сути, вот этот поворот у нас разделен на три части, скажем так. Первая часть, это в самом начале. Раз. Первая часть. Перенесли вес. Вторая часть. Перенесли вес. Третья часть, когда мы с вами добавляемся друг к другу. Нужно это. И особенно поначалу лучше тренировать его вот так, разделенно. Чтобы в итоге у вас не было ощущения, что поворот выведет весь сильно. Потому что тогда, как правило, он выведет очень-очень медленно. Да, то есть, если мы будем делать его постоянно, его тело будет ровно-ровно крутиться, со стороны он будет выглядеть очень медленно. Если же мы с вами тот же самый поворот и те же самые шаги сделаем разделенно, будет выглядеть, как будто у него всегда есть точки, где он начинается, куда он заканчивается. И тогда визуально он будет выглядеть гораздо более быстро. Пробуем теперь все это вместе собрать. Мы начинаем с основного хода. 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 И поворот 2, 3, 4 2, 3, еще 2, 3, 4 2, 3, 4 И все сначала 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 Два, три, и все сначала. Два, три, да. Ну что ж, на этом на сегодня все. Два танца, которые у нас были, это танец джайв и танец румба. В румбе мы поговорили немножко уже так технически, как это стоит делать, по крайней мере, про шаг в сторону. Шаги вперед и назад мы с вами тоже разберем, что в них важно, для чего они нужны, как они танцуются. И также со следующей группой у нас еще будет с вами европейская программа. Мы повторим, по крайней мере, то, что мы с вами делали в танцах медленный вальс и в танцах ангел. Всем всего хорошего, хороших выходных, пока!